Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году побила все рекорды по количеству представителей прессы. Аккредитована на нее было как никогда мало журналистов, всего 774 человека. Для сравнения, в прошлом году в Центре международной торговли в Москве было около 2000 представителей средств массовой информации. Для работы в регионах было организовано 9 площадок. Журналисты Приволжского федерального округа собрались в Нижнем Новгороде в Доме связи. Сюда коллеги начали приходить заблаговременно. Например, пензенская делегация, нас здесь шестеро, явилась в Дом связи самой первой. В 9 часов началась регистрация на беседу с главой государства. Вместе с бэджами журналистам выдавали и средства индивидуальной защиты. К рекомендациям Роспотребнадзора здесь отношение особое. На дискуссионную площадку допустили только журналисты, о которых тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но и здесь меры предосторожности соблюдены очень жестко. Стулья стоят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Кроме того, каждого корреспондента снабдили перчатками и запасом масок, потому что их нужно будет менять каждые два часа. На площадке в Доме связи находилось около 80 человек. Каждый старался выделиться, и у некоторых действительно получилось обратить на себя внимание коллег. За прямой трансляцией следили миллионы человек в регионах страны. Пристально слушал президента и губернатор Пензенской области. Вдвойне приятно, что представителю делегации Сурского края удалось лично пообщаться с президентом в этот раз. Главный редактор газеты «Молодой Ленин» Юлия Измайлова в четвертый раз могла задать вопрос президенту в рамках пресс-конференции. И вновь он касался пенсий. Индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам? Конечно, мы об этом думаем. Конечно. И пенсионеры этого заслуживают. Это точно. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть, 4 с небольшим, 4,1. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. Приятной неожиданностью для всех стало и решение президента о назначении выплат для несовершеннолетних. О нем он заявил в самом конце пресс-конференции. Каждая семья, в которой есть дети до 7 лет, получит 5000 рублей до конца декабря. Такой вот получился подарок к Новому году от главы государства. Пресс-конференция Владимира Путина длилась больше 4 часов. За это время глава государства ответил на несколько десятков вопросов. Два из них были заданы с площадки, где располагали журналисты Приволжского федерального округа. Свой вопрос мы тоже передали Владимиру Путину и будем надеяться, что в скором времени мы получим на него ответ.